Поезд двигался на подъеме со скоростью 60 км в час, а по равнине со скоростью 90 км в час, какова была средняя скорость на всем пути, если время езды по равнине вдвое больше, чем на подъеме? Для начала запишем дано. Скорость V1 равна 60 км в час. Скорость V2 равна 90 км в час. Время T1 равняется T. Время T2 равняется 2T. Найти среднюю скорость. V средняя неизвестна. Сделаем схематический рисунок. Напишем формулу средней скорости. V средняя равняется отношению S общего на T общая. Путь S равен произведению скорости V на время T. Эти формулы нужно знать. Напишем S общая. Тогда в нашем случае S общая равняется S1 плюс S2. S1 равняется произведению скорости V1 на время T1. Заменим T1 на наше обозначение. Получается V1T. Путь S2 равняется произведению V2 на T2. Поступим так же. Получается V2 умноженное на 2T. Тогда S общая равняется V1T плюс V2 на 2T. Вынесем общий множитель T. Тогда S общая равняется T умноженное на скобку V1 плюс 2V2. Общее время T общая равняется сумме времен T1 плюс T2. Заменим T. Получается T плюс 2T. Посчитав получаем 3T. Тогда средняя скорость равняется числитель T умножить на скобку V1 плюс 2V2. Знаменатель 3T. Сократим. Получается V1 плюс 2V2. Знаменатель 3. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Посчитав получаем 80 км в час. Запишем ответ. Средняя скорость равняется 80 км в час. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.